Вейкап, я Кэс. Ресторан Моргенштерна закрыли, а сам он сбежал из России. Инстасамку могут посадить на 3 года, за что Гусейн Гасанов подарил новую машину таксисту. А также самое дорогое видео Мистера Биста. Конечно же подпишись, будешь в курсе интереснейших новостей. И не забудь нажать на колокольчик. Ставьте лайки, дизлайки. Приятного просмотра. Погнали! Мистер Бист выпустил, пожалуй, самый дорогой и масштабный ролик в своей карьере. За сутки видео про игру в кальмара набрало 42 миллиона просмотров. И более 5 миллионов лайков. На создание всех локаций блогер потратил около 3,5 миллионов долларов. А это где-то 360 миллионов рублей. В игре участвовало 456 игроков. А главный приз составил 456 тысяч долларов. То есть 34 миллиона рублей. Похоже, никто из блогеров никогда не делал ничего подобного. А вот Гусейн Гасанов подарил случайному таксисту новую машину. Гасанов решил, что тому, кто войдет в его положение и подвезет бесплатно, он подарит тачку. Таксист, который меня подвезет бесплатно, получит новую машину. А один мужчина все же согласился. И получил от Гусейна новую Киа за полтора миллиона рублей. Мы спешим очень сильно. У нас денег с собой нет. Сможешь у Кристины бесплатно? Понятно? Ну что, ты нас довез бесплатно, а теперь вот эта малышка твоя. Моргенштерн вроде как сбежал из России. Началось все с того, что Бастрыкин, а это председатель Следственного комитета России, обвинил Моргенштерна в продаже запрещенного в соцсетях. Блогер Моргенштерн сегодня торгует на почки, по сути, в делах в социальных сетях. Продвлекает в свой сверобщение огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим, абстрактно расследуем, что это высшая ценность, и права человека нарушать нельзя. После этого Алишер вместе с женой и охраной сел на поезд и уехал в Минск. Ходили слухи, что с Минска он поедет в Европу. И там и останется. Но позже выяснилось, что с Минска Морген отправился в Дубай. Пока он путешествовал, на его ресторан Кайф нагрянула проверка, после которой заведение закрыли. По какой же причине, вы видите на экране. У нас действительно сегодня была проверка, в ходе которой мы весь крепкий алкоголь передали проверяющим органам для дальнейшей экспертизы. На время этой проверки мы продолжаем работать. Вы можете насладиться кухней, слабым алкоголем, за исключением крепкого. Тем временем, московский клуб отменил продажу билетов на концерт Алишера 26 ноября. Пишут, что вместо него выступит Слава Мерлоу. Многие считают, что Моргенштерн испугался судьбы Хованского. И пока не поздно, решил слинять. Что думаете, за Алишера всерьез взялись или это совпадение? А вот инстасамке грозит до трех лет лишения свободы. Ее обвинили в пропаганде среди детей и молодежи. В пропаганде чего же? Смотрите на экране. Общественная организация по многочисленным просьбам родителей уже направила обращение к Генеральному прокурору России с требованием провести проверку ее песен и концертов. Ну и как вследствие запретить ее. Что скажете? Справедливо? Залетите сюда, посмотрите предыдущий интереснейший выпуск. Подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайки, если угодно. Не ставьте ничего. И всем пока!